12 октября 2021 года принято постановление Совета Министров номер 575 о мерах противодействия экстремизму и реабилитации нацизма. Документ дает старт работе правоохранительных органов по юридическому признанию групп граждан, осуществляющих экстремистскую деятельность, в том числе с использованием интернет-мессенджеров и социальных сетей, экстремистскими формированиями. Отмечу, что к экстремистским материалам относится различная информационная продукция, используемая для вовлечения в экстремистскую деятельность и ее пропаганды, признанная экстремистскими материалами по решению суда. В свою очередь, указанное постановление регламентирует порядок признания экстремистскими формированиями тех граждан, которые объединились различными способами, включая использование интернет-ресурсов, целях создания экстремистских материалов, их популяризации и распространения, а также осуществление иной деятельности, направленной на причинение вреда национальной безопасности нашего государства. Согласно закону о противодействии экстремизму, признавать экстремистскими формированиями уполномочены Министерство внутренних дел и Комитет государственной безопасности. Создатели, организаторы и участники экстремистских формирований будут привлекаться к уголовной ответственности по статье 361.1 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Министерство внутренних дел готовилось к принятию данного постановления и к настоящему времени завершена работа по деанонимизации администраторов и наиболее активных подписчиков экстремистских телеграм-каналов и чатов. Нами досконально задокументированы все размещенные в мессенджерах и социальных сетях сообщения, побуждающие к осуществлению экстремистской деятельности, а также другие действия интернет-пользователей по созданию протестной активности. Предпринятые нами меры позволят уделить внимание каждому подписчику экстремистских телеграм-каналов и чатов и дать им правовую оценку. Призываем граждан не доверять фейкам и иной пропаганде антигосударственных информационных источников о том, что деятельность по поддержке экстремистских ресурсов окажется безнаказанной и тому, что якобы миллионы людей будут привлечены к ответственности. В действительности у экстремистских интернет-ресурсов не миллионы подписчиков, как они утверждают, а значительно меньше. И каждого из тех, кто своими публикациями формирует протестную активность, мы знаем. Отмечу, что работа по привлечению участников экстремистских формирований к уголовной ответственности будет вестись точечно, индивидуально, с учетом действий и роли каждого, исходя из собранных доказательных материалов.